Что я нашла? Что я нашла? Сейчас всем похвастаюсь! Теперь я нашла место, куда буду складывать свои вещи! Через минуту лимузин должен стоять под школой! Эй, ты лузерша, смотри куда бежишь! Вообще-то не одна я тут виновата! Неужели? Неудачники, срочно идите сюда! Что случилось? Она меня толкнула и я упала, обзывайте ее! Сьюзи Лузерша, Сьюзи Лузерша! Мои очки! Вот это моя девушка! Еще один неудачник! Виолетта! Да, все за мной, быстро! Виолетта! Да, Виолетта! Молодец! Виолетта, самая классная! Самая классная! Виолетта! Мне уже немного тяжело! Заткнись! Так, ребята, а где мои подарки? Вот, вот, подарки! Давайте, давайте их сюда! Все, я уже не могу! Виолетта! Макс, ты такой юморист! Для тебя старался! Ты Виолетта, самая классная! Так, все, хватит! Вы мне надоели! Макс, за мной! Как же я устала от этой Виолетты! И не говори! Это же надо было так удалиться! Теперь у меня и синяк! Сьюзи, я накопил нам денег на вкуснейший обед! Правда, тут немного, но ты угощайся! Спасибо, Кевин! Ты всегда так меня выручаешь! Расскажи, что случилось? Виолетта снова надо мной издевается! Мы с Виолеттой случайно столкнулись, а она, как всегда, сделала меня виноватой! Может, я как-то могу помочь? Разве что выгнать ее и моих псевдодрузей со школы! Сьюзи, как ты тут? Было бы лучше, если бы вы хоть в этот раз за меня наступили! Ну, прости, ты же знаешь, как мы боимся Виолетту! Нам приходится быть ее фанатами! Я устала уже это слушать! В книге по психологии пишут, что ты должна лично поговорить со своим обидчиком и рассказать ему свои чувства! Спасибо, Кевин! Хоть один мудрый совет! А я бы еще хотел сделать одно, чтобы поддержать тебя в этой ситуации! Сьюзи? И куда она убежала? Пошли-то! Садись! Виолетта, что происходит? Макс, я самая крутая! У меня есть куча денег! Дорогие брендовые шмотки! Я заметил! У меня есть все, что я захочу! А ты мне до сих пор не уделяешь достаточного количества внимания! Чего? Виолетта, можешь нормально объяснить? Как-то попроще! Мы с тобой встречаемся уже целый месяц! А ты меня до сих пор не поцеловал? Мне кажется, еще слишком рано! Стоять! Теперь у тебя нет выбора! Как страшно! Виолетта! Мне надо с тобой поговорить! Сьюзи! Макс! Сьюзи, Сьюзи! Что произошло? Опять ты, ботанша! Ты что, не понимаешь, что пришла в самый неподходящий момент? Извини! Не уходи! Я еще никогда не был рад так твоему присутствию! Макс, мы вообще-то с тобой не закончили! Помогите! Что я сказала? Макс! Макс меня обнял! Я тебя все равно догоню! Виолетта, лучший капитан команды! Виолетта, лучший капитан команды! Виолетта, лучший капитан команды! Сьюзи! Ты вчера такая расстроена была, что я хотел тебе сделать подарок! Спасибо! Правда, у меня на эти цветы аллергия! Вообще! Вообще! Что же делать? Что же делать? Королева школы станет Виолетта! Если честно, мне немного неловко в этом платье! А мне нравится! Будешь так постоянно ходить! Всем стоять! Не двигаться! Макс, когда я говорил крутой сюрприз, я не это имела в виду! А, да... Тогда какой сюрприз тебе понравится? Вот именно! Сам возьми и придумай! Виолетта! Виолетта! Не иди за мной! Виолетта! Макс! Все, что я делаю Виолетте, мне нравится! Как же я устал! Такой милый! Даже когда злится! Я и раньше не знала, что есть такое чувство! Папочки в животе! Мы с Максом так красиво смотримся! За нами точно никто не смотрит! Точно! Отлично! Наконец-то! Сьюзи, что за срочный разговор? Вы еще толку будете скрывать, что со мной дружите! Ну не обижайся! Ты же знаешь, как Виолетта тебя не любит! Знаю, но сейчас не об этом! В общем, не нравится Макс! Что? Я раньше и не замечала, что он такой красивый, стильный, харизматичный! Но ведь Виолетта с ним встречается! Виолетта его не ценит, а ему нужна хорошая девушка! Как я! Сьюзи, ты понимаешь, что Виолетта тебя может за это устроить? Вот именно! Я знаю, поэтому вы должны мне помочь, чтобы Макс влюбился в меня! Ну, чтобы Виолетта об этом не узнала! Дорогие подписчики, а вы как читаете? Кому больше подходит Макс? Мне или Виолетте? Пишите в комментариях! Ну что, обсудим наш план? Помнишь, я обещала тебе необычное свидание? Вот! У нас свидание будет в спортзале? Это еще не все! Вот главное развлечение нашего вечера! Привет, Макс! Что-то я ничего не понимаю! Макс, я крутая девушка! И ты должен показать, что достоин меня! И? Ты должен поиздеваться над Кевином! Потому что я умею делать это профессионально! Можешь делать все, что хочешь! Только в лицо не бей! Моя мама будет волноваться! А ты вообще заткнись! Виолетта, мне его уже жалко! Я не хочу его бить! А я сказала, бей! Я не хочу! Не хочешь, значит? Виолетта! Виолетта! Успокойся, Виолетточка! Успокойся, пожалуйста! Виолетта! Макс, держись! Я на эти деньги смогу купить брелочек Максу! Жду не дождусь нашей с ним встречи! Как же я устала от этих дурацких свиданий! Вечно Виолетта что-то придумает! Что это было? Сьюзи? Сьюзи, с тобой все нормально! Да, правда голова немного кружится! Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Давай лучше присядем на лавочку! Может тебе воды? Нет, стой! Просто посиди рядом со мной! Как скажешь! Тебе уже лучше? Да! Он меня обнимает! Это значит, что я ему нравлюсь! Сьюзи, вперед! В общем, Макс, ты мне нравишься! О, Сьюзи, похоже ты сильно головой ударилась! Идем в больницу! Стой, Макс! Я тебе хотела давно признаться! Просто не было подходящего момента! О, Сьюзи, ты, конечно, девочка хорошая, но не нравятся плохие девчонки! Но... Мы с тобой просто не подходим друг к другу! Мы слишком разные! Что-то я не поняла! Я ему нравлюсь или нет? Мам, да ты меня уже достал! Постоянно! Ты меня уже достал, Макс! Да ты меня достал, Макс! Милета, ну успокойся! Что я такого сделал? Что ты такого сделал? Ты ушел в свидание, а я так старалась! Ты меня очень сильно разозлил! Нормальный, ты макс! Я не знаю, что я тебе сделал такого опять! Даже не знаю, что сказать! Супер, аккуратно! Макс, ты меня уже... Эх, как же они мне все надоели! Хожу в эту школу ради одного человека! Я ее... Я ее... Макс, я тоже так считаю! В образе хорошей девочки, я ему не понравлюсь! А вот я хочу стать плохой девчонкой! Круто я придумала! Сьюзи, ты даже со мной не поздоровалась! Эй, я занята! Ладно, тогда буду ждать твоего ответа! Мне как-то стало жаль Кэвина! Забудьте о нем! Лучше приготовьтесь скоро! Я буду на месте Виолеты! Да не трогай меня! Ничто! Ну, Макс, ну я его устрою! Ты вообще слышала, что он мне говорил? Да, как ему вообще не стыдно! И он так общается с самой богатой девушкой в школе! У которой много денег! Куча брендовой одежды! Особенно одежды! А напомни мне, что у тебя самое дорогое из гардероба! Ну, наверное, это... Только этот наряд стоил 30 тысяч долларов! Слушай, а давай этот наряд пофоткаем и выставим в твой инстаграм! Это сейчас так модно! Зачем? Ну, чтобы Макс понял, с какой девушкой имеет дело! Отличная идея! Попоткаешь! Макс испортил мне все настроение! Еще можно в кадре использовать как реквизит твой чемодан с деньгами! Думаю, твои подписчики будут в восторге! Особенно Макс! Ну, давай! Ну, лови! Только делайте все побыстрее! Я уже хочу, чтобы Макс передо мной извинялся! Сделаем это все на высшем уровне! Я просто гений! Открывай! Сьюзи, давай открывай! Я так нервничаю! Ну, что там? Вот что удалось выпросить у Виолеты! Софи, ты просто волшебница! Спасибо! И помни, если что для Виолеты... Да-да-да, я помню, я украла у тебя эти вещи! Отлично, все! Я тогда побежала, пока никто не видит! Давай! Ну что, Макс, жди новую Сьюзи! А ты мне уже достал, Макс, ты все делаешь! Что я опять так сделал? Все, Виолетта, я устал ругаться! А я устала тебе доказывать, что я всегда права! Давай просто помиримся, обнимемся, забудем все обиды! Я согласна! Только если ты пойдешь грабить со мной дома! Что? Зачем? Тебе что, мало твоих миллионов долларов? Нет, не мало! Я просто обожаю грабить дома! Нет, я не хочу потом попасть в отделение полиции! Ах так? Если ты не согласишься, нам придется расстаться! Ааа, Виолетта! А достойную замену ты мне не найдешь, потому что я лучшая! Понял меня или нет? Да понял, понял! Приветик! Сьюзи! Эй, Макс! Ну как вам? Как видишь, Виолетта, достойная тебе замена! Сама меня нашла! Так, рада тебя видеть! И я тебя! Вы... вы оба об этом очень сильно пожалеете! Какие приколы смешные! Ха-ха-ха! Так красиво звучит! Ха-ха-ха! Кэрин, что ты там так увлеченно пишешь? Любовное признание одной девочки, которая мне очень нравится! Неужели эта девочка по имени Сьюзи? А ты откуда знаешь? Ну вот ведь написано, дорогая Сьюзи! Только, пожалуйста, не говори ей ничего! Я хочу устроить для нее романтический вечер! Как скажешь! Знал бы ты, кто ей на самом деле нравится! Я не знал, что ты на самом деле такая красотка! Ничего себе! Кевин, ты только что видел, кто прошелся! Ну, наверное, Макс опять с Виолетой помирились! Это была не Виолетта, а Сьюзи! Как, Сьюзи? А как же я? Я в шоке, Кевин! А я еще умею вот так делать! Ну как тебе? А давай тоже так попробуем! Да ты еще круче моей бывшей! Сьюзи, где же ты раньше была? Я всегда была рядом! Просто ты меня никогда не замечал! Я люблю тебя! А я тебя! Фу-фу! Хватит этих заблей! Привет, ребята! О, ботан пришел! Кевин, сгоняй в библиотеку! И оставайся там! Понял! Я тут за соседним столиком присяду! У тебя отличное чувство юмора! Каждой девушке примерок! Стараюсь, стараюсь! Раз уж мы с тобой парень и девушка, то я предлагаю тебе сегодня вечером покататься на байках! Ну, я согласна! Вот! Вот как нужно отвечать! Правильно, Сьюзи! А не как, Виолетта! Нужно что-то другое, интересное! Придумай! Думаю, будет весело! О, нет! Я не могу на это смотреть! Нужно поступить, как настоящий мужчина! О, я такая злая! Мне срочно нужно поесть! Что это за звук? Это я! Ботан, ты чего ревешь? Виолетта, меня предали! Я тебя прошу, только не плачь! Мне уже плохо от этого звука! Виолетта, тебе когда-нибудь разбивали сердце? Ну да, где-то час назад! И как ты с этой бедой справилась? Пришла на кухню поесть! Как? Как? Как ты можешь спокойно реагировать на то, что тебя бросили? Ну так я Макса бросила, а он не отомстил, начал встречаться со Сьюзи! Да, со Сьюзи! А Сьюзи теперь встречается с Максом! Точно! Ты ведь по уши влюблен в Сьюзи! Как я могла забыть? А я-то думаю, чего ты ревешь? Ну что мне делать? Скажу тебе так, повезло тебя меня на кухне встретить! Я ведь люблю всякие пакости делать! Что? Пошли, расскажу! Что? Ей! Ву-ху! Как тебе тусовка? Все супер! Правда, музыка немного громковатая! Это еще тихо! Эй! Музыку погромче! Кайф! Ну ладно! Ву-у-у! Е-е-е! Ребята! Ву-у-у! 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 Со школы по вашим делам замечательным, что вы слушаете очень громко музыку! Ну и что, нам плевать! Пускай этот директор привыкает к нашей парочке! Мы и так его еле остановили от звонка вашим родителям! Мы ничего делать тише не будем! Проваливайте! Ву-у-у! Сьюзи, тебе не кажется, что ты перегибаешься своим образом в плохой девочке? Нет, не кажется! Сьюзи, мне с ними разобраться! Эмма, стой! Они так понимают, что им здесь не место! Все понятно с вами! Пошли, Соку! Пошли! Неудачники, неудачники, неудачники! Они даже Виолетту так не боялись, как боятся тебя! Я просто быстро учусь! Ну что, продолжаем ту Соку! Ву-у! Думаю, вы уже увидели, что самая классная девчонка в школе это я! Это точно! Я никогда в этом не сомневался! И не зря мне Сьюзи никогда не нравилось! Виолетта, пожалуйста, скажи, что мне делать! Я ведь ее люблю! Но я люблю хорошую Сьюзи, а не плохую! Для начала перестать меня перебивать! Понял! Прости, пожалуйста! Знаете, сколько у меня уже этих парней было? Софи? 31! Верно! Так что об этих любовных делах я знаю абсолютно все! А еще Виолетта придумывает всегда мега гениальные планы! Да-да, молодец! Это получишь конфетку! Я вот даже сейчас сижу и не могу перестать думать о Сьюзи! Да не парься, ботан! Самое ужасное чувство, которое существует, это чувство ревности! Погоди! Я возьму блокнотик и все запишу! Да не нужно ничего записывать! Я тебе расскажу, что нужно делать! И действовать надо начинать прямо сейчас! Что это уже Виолетта придумала? Не знаю! Наверное, опять что-то мега хитрое! Это ж Виолетта! Ага! Вот теперь мне этот класс больше нравится! Никогда бы не подумала, что буду такое делать! Мат! Эй, ты чего делаешь? Ну, все было так романтично! И я подумала, что это самый подходящий момент для поцелуя! Крутые парни не целуются! Это слишком нежно! Бррр! Какое слово противное! Поцелуй! Фу! Но ведь без этого отношения скучные! Сьюзи, есть много разных вещей! Вот смотри, сколько мы в классе можем еще всего разбить! Ну, давай еще что-то поделаем! Ну, как скажешь! Кевин, спасибо тебе большое за такой букет! Я очень люблю эти цветы! Виолетта, для тебя только самое лучшее! А еще я тебе стих написал! Вот! Что это тут происходит? Еще никто никогда не писал для меня стих! А еще? А еще? Давай, ну, будь трусом, помни! Ты делаешь это, дорогие Сьюзи! В общем, Виолетта, я люблю тебя! У меня сейчас дождит от этих нежностей! А я и не знала, что он может быть таким романтичным! Все дети, можем начинать урок! А что-то происходит! Так, я вернусь через 15 минут, чтобы все было на своих местах! Странный класс! Где же она ходит? Привет, Лузя! Ой, извините! О том, о чем я говорила, ты перебарщиваешь со своей крутостью! Во-первых, я извинилась! А во-вторых, сколько я терпела ваших издевательств перед Виолеттой! Ну, ладно, прощаю! Кстати, как там ваши отношения с Максом? Эй, все отлично! Как ты сказала, отлично? И что уже не так? Софи, не придирайся к словам! Я же сказала, все нормально! Сьюзи, мы слишком хорошо тебя знаем! Говори, что не так? Ну, все правда отлично! Мне с Максом нравится! Просто есть одно но! И это? Ну, он совсем не романтичный! Я хотела его поцеловать, а он сказал, что такого больше не будет! Ну, ты же хотела встречаться с ним, а почему жалуешься сейчас? Просто я увидела, как Кевин ухаживает за Виолеттой, и теперь я стала немного им завидовать! Скажу тебе так, еще не все потеряно! Ты о чем? Софи, нам пора идти! Точно, точно! И что это Софи имела в виду? Что-то я совсем запуталась! Сьюзи, Сьюзи! Смотри, что я у первоклассника украл! Крутяк! Пошли кататься! На этом скейте вот это будет зрелище! Ботанок, говоришь? Ребята, привет! Как думаете, Виолетте понравится мой подарок? Виолетте? Ты решила им подарить книгу? Обстой! Прекрасный выбор! Я читала эту книгу о любви! Ей, думаю, понравится! Отлично! Спасибо, Сьюзи! Ну так что, ты согласна? Нет, спасибо, Макс! Я не хочу ни над кем издеваться! Что это с тобой? Ты раньше соглашалась на любой движок! Просто, просто нет настроения! Как-то так! Тогда, тогда пошли хоть на тусовку! Ну, пошли! Может, хоть как-то так отвлекусь! Сейчас будет весело! Даже я уже волнуюсь! Я все! Ну, что ты, мы уже заждались! Сьюзи сказала, что я выбрал хорошую книгу! Кевин, мне об этом! Реакция какая у нее была? Ну, мне кажется, она немного расстроилась! Отлично! А мне ее жалко! Я так некрасиво с ней поступаю! Кевин, мы это и делаем! Чтобы она в тебя влюбилась! Мозгами подумай! А если она в меня не влюбится? Кевин, перестань себя вести, как маленький ребенок! Виолетта, скажи, чтобы он на меня не кричал! Итан! Молчу, молчу! В общем, Макс и Сьюзи сейчас идут на тусовку! И мы, Кевин, должны с собой появиться там, как пара! Опять как пара! Думаешь, мне это нравится? Но я ведь терплю! Эх, на что не пойдешь ради любви? Все, мало времени, Кевин! Давай, давай! Лишь бы все получилось! Лишь бы все получилось! Может, ты встанешь, потанцуешь немного? Я же для тебя эту тусу устроил! А, точно! Я совсем забыла! Что-то ты себя с Сьюзи очень странно ведешь! Все нормально, правда! Давай, Сьюзи, танцуем! Ту-ту-ту-ту-ту! Эй! Что это за музыка? Прошу вас, милая, давай на медленный танец! Благодарю! Эй! Вообще-то мы сюда первые пришли! А у меня больше денег, и я позаботилась о том, чтобы включили именно медленный танец! Кевин! Виолетта! Для меня честь танцевать с тобой! Кевин, ты такой романтичный! Как они вообще могут так общаться? Это же противно! Макс, я бы с тобой поспорила! Виолетта, я думаю, что этот танец логично завершить романтическим поцелуем! Я только за! Хе-хе-хе, готовься смеяться! Нет! Не надо! Сьюзи, ты чего? Не мешай нам! Виолетта, если хочешь, забирай обратно Макса! А я люблю Кевина! Что? Я опять ничего не понял! Объясните мне, что здесь происходит! Объясню для таких глупых, как ты! Теперь у тебя нет девушки вообще! Виолетта, ну ты знаешь, как я по тебе скучал! Отвали! Ха-ха-ха! А я не отвалю! А я не отвалю, потому что люблю тебя! То, что ты сказала, это правда? Или ты из вежливости это сказала? Ну а смысл мне врать? Я в тебя была влюблена давно! А поняла только сейчас! Только тогда, когда почти тебя потеряла! Э-э-э, Сьюзи, ну ты что? Я тебя уже пять лет люблю! А Виолетта мне просто помогала! А как же поцелуй с Виолеттой в классе? Хе-хе-хе! Так он был не настоящим! Я же не умею целоваться! Хе-хе-хе! Я так рада! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Сьюзи! Ну пошли, мой любимый стеснительный ботанк! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Девочки! Потрудились-ка хорошенько! Хе-хе! Хе-хе-хе! 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 Сегодня я должна выглядеть шикарно! Хе-хе-хе! Да-да, конечно, ваше высочество! Любой каприз! Вы же гига богатая принцесса! Целуйте! Ай! Хе-хе-хе! 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 все лицо. Паразитка мелкая. О, посмотрите на нее. Разлеглась тут. Да еще и мою собаку обижай. Слышь, принцесса, вставай давай. Пора собирать нас. Сегодня важный день. А я тоже с вами пойду. Можно какое-то новое платье одену из ваших? Слышь, мечтательница, хорош бездельничать. Давай за работу. Твои сестры должны выглядеть сегодня лучше всех. Так что хорошенько потрудись. Эх, вот бы мне обратно вернуться в свой сон. Если бы сны имели свойство сбываться. Ой, что ты там вормочешь себе постоянно? Весишь. Правда, Мими? Девочки, а как вы думаете, феи грезные на самом деле существуют? Залужка ты наша. Ты думаешь, что тебя спасет какая-то тетка с волшебной палочкой? Это уже никто не исправит. Пошли отсюда, Мими. Эх, повезло же мне с сестрами. Доброе утро, мальчики. Заходите скорее. Доброе утро, Моника. Да-да, добрые. Проходите скорее. У меня есть для вас отличная новость. Ой, интересненько. Надеюсь, уроки отменяют. Моника, ну так что там за новость? О, кажется, они уже прибыли. Кто? Вы о ком? Может, объясните? Ой, мальчики, вы сейчас сильно удивитесь. Так, к нам кто-то приехал? Надеюсь, привезли вкусняшки на обед. Ой, Брэндон, у тебя только одно на уме. Вкусняшки. Так я и не спорю. Что-то, мне кажется, привезли на мне еду. А что-то поинтересней. Ну где же они? Так кого это Моника ждет? Все, девочки, все готово. Проходите. Куврик чистый. Я его постирала. Ой, долго-то как? Все, Виолетт, ступай, не позори нас. Правда, Мими? Сегодня мы должны показать себя с лучшей стороны. Да, я тоже готовилась. Даже носочки новые одела. А одинаковых не нашлось. Ой, какая же ты у нас проблемная. кто только титул принцессы тебе дал? Ну, я же не такая, как вы. Я бедная принцесса. Ой, пошли уже скорее, бедняжка ты наша. А то еще опоздаем. Можно хотя бы быстрее шевелиться. меня, меня, подождите. Моника, вы нам скажете, какая новость или нет? Долго ждать еще. Точно, совсем задумалась уже. К нам сегодня должны прибыть новые ученики. Оооо, это же супер. Еще немного пацанов и у нас соберется футбольная команда. Надеюсь, что новые ученики хорошо играют в шахматы. Сможем провести турнир. Ю-ху. Ой, не хочу вас расстраивать, но в наш класс переводят не парней, а девочек. Чего? Настоящих девчонок? Ну, наконец-то мне будет интересно ходить на уроки. Скорее хочу увидеть их. да, местечко здесь, конечно, не королевское. Да и наши новые одноклассники не совсем на принцип похожи. Я уже молчу об этой училке. Как же они все странно одеты. Не понял, это они о нас что ли? Фух, хорошо, что я сегодня чистую кофту одел. Девочки, ну, чего же вы стоите? Скорее проходите в класс. Чего же это я? Моника! Что вы для них так стараетесь? Будто принцессы какие-то приехали. А ты откуда узнал? Ну, и быстро же в этой школе новости расходятся. Чего? Что вы имеете ввиду? Мальчик мой, ты хоть знаешь, кто мы такие? Уф, вот это харизма. Э, стоп, а где наша Виолетта? О, есть еще одна девчонка. Я уже знаю, кого из них приглашу на свиданку. Пацаны, да вы что, они же какие-то ненормальные. Посмотрите даже на их наряды. Да, богини. Девочки, девочки, надеюсь, я не опоздала. Че перестаньте. Да здравствует принцессы. А вот это странное похоже из вашей компании, да? Это да. Виолетта, что ты делаешь? Дышать уже нечем. Да остановись ты уже. Да, веселая жизнь у нас начинается. Эти ученицы не больше двух минут здесь, а проблем девочки. вам что не понравилось? Ну, я же хотела вам устроить эффектный выход. Наш выход уже был минуты две назад. Виолетта, ты ходячий кошмар какой-то. Одни проблемы от тебя. девочки, стульчики вытаскиваются? Мне здесь уже не нравится. Кто мне поможет? Садись возле меня, красотка. Вообще-то я здесь гига богатая принцесса. Завидую молча. я знал, что ты захочешь сесть возле меня. Ес! Садись, садись. На меня даже не смотри. Ко мне садиться не надо. Вот же невоспитанный. Я и не собиралась. все, я готова к уроку. Ты так и будешь здесь стоять? Ты громко дышишь на меня. Я просто не знаю, как пригласить тебя на свидание. ладно, уговорил. Ес, 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 ес. Так все, иди к себе, к себе. Как я? Учитесь, пацаны. Брэндан, урок уже начался, если что. Извините. Ну что, пацаны, как вам наши новые одноклассницы? Ой, я закадрю ту блондинку в красной шубке. Уверен, она будет моей. Да, мне бы твою уверенность. Если Брэндан выбирает ее, то я выбираю принцессу в розовой шубе. Кэрин. Чувак, не хочу тебя расстраивать, но тебе походу остается только смешно. Смешно им, очень смешно. Ну прости, просто мы не могли не заметить искру, что пробежала между вами. Да, сразу видно, любовь с первого взгляда. Дорогу вас. Аккуратней. Да, да, конечно. Ну что, девочки, как вам наша новая школа? Место не очень интересное, как для меня. Но пока сойдет. Ну а как вам парни, кстати? Они для меня. Это не мой уровень. А как же Брэнда? Молчи, Виолетта, молчи. Ой, а я обратила внимание на одного красавчика, тот, что в черных очках. Ну такое, мне он сразу не понравился. А я заметила только того кучерявого противного мальчишку. Мы еще учиться вместе не начали, он меня уже бесит. Виолетта, помолчи уже, это никому не интересно. У тебя никто не спрашивал, работай, давай, работай. Ой, извините. Девочки, к вам тут гости. Интересно, кто это? Заходи. Приветик. Вот это букет. букет. Интересно, кто та счастливица, что получит этот букет. Софи, вообще-то Брэндер искал тебя. Мы, наверное, оставим вас наедине, не будем мешать. Наслаждайтесь присутствием друга-друга-друга. Ну, чего тебе? Знаешь, когда я тебя увидел, сразу понял, ты моя судьба. Правда? Хоть ты и не королевских кровей, попробуем тебе дать шанс, паренек. Ес! Я знал, что наши чувства взаимны. Мама дорогая. Эх, самое лучшее для тебя. Ну, красавчик же. О, привет. Ага, привет. Э, слушай, ты Брэндона не видел? Во всей школе его ищу. А, он ушел к своей принцессе. На свидание его вроде бы пригласить хочет. Хе, прикол, конечно. А ты куда собираешься? А я к своей красотке иду. Я уже даже имя ее знаю. Рэйчел. Да, друг, ну ты и даешь. Рэйчел. Разве не прекрасное имя для принцессы? Влюбился что ли? Она еще и богатая. Да, что с вами случилось, пацаны? О, знаю, надо еще добавить пирамонов любви. Сумасшедший. Ну все, я пошел. Удачи! Да, не буду его расстраивать, пусть думает, что это отеколон. О, Кевин, средство от тараканов еще у вас? Да, вон там флакон стоит возле микрофона. Видите? О, вижу. Спасибо, оно мне помогло даже больше, чем я ожидал. Обращайся. А так что, Софи, как тебе цветы? Ой. ты, наверное, таких шикарных букетов и не видела. Ты мне целую дорогу рассказывал, что потратил последнее сбережение на вот эту. Так что, может, уже поменяем тему для разговора? Ты смотри, недовольная какая. Тоже мне принцесса нашлась. Ну вообще-то я и есть принцесса. Вот и сиди и жди своего дракона. Ты уже принца потеряла. Ну и что это только что было, мими? Да уж свидание в столовке. Романтичнее не придумаешь? Штайлер. Классно, да? Это так по-домашнему. Наша школьная кухня. Угу, супер. Ты бы знала, как тяжело было с Моникой договориться, чтобы захватить это место. Да уж, место популярное. Заранее бронировать, наверное, надо, правда? Да-да, хорошо, что у меня есть свои входы и выходы. Я договорился. О, вы уже здесь? Да-да. не забудьте обязательно вымыть всю посуду после учеников и убрать здесь все. что? Да-да, конечно, Моника. Я все помню. Почему мне показалось, что училка говорила нам вдвоим? Ну, ты же поможешь мне здесь все убрать, правда? Посуды там немного, ты не устанешь. Мальчик мой, эти руки никогда после себя посуду не мыли. Не то, чтобы после кого-то. ты что, маешь посуду ногами? Вот это да, тебе бы нашел талантов. Да что с вами такое? Это не школа, а самый настоящий кошмар. Ты чего взбесилась-то? Сядь на место, мы же еще даже не доели. Сам это ешь, принцессы такого не едят. Эй, ты куда? А как же посуда? Вот тебе отношения с принцессой. Ого, кто-то из подснов решил боксом заняться? Я удивлен. Эй, привет, братишка. Привет. Да ладно, ты? Что такое? Удивлен видеть принцессу в спортзале? Да нет, я удивлен, что ты бьешь грушу без боксерских перчаток. Я такое не могу себе позволить, я же бедная принцесса. Бери, это будет тебе мой подарок. Ну, я не знаю, спасибо. А ты интереснее, чем я думал. Поможешь одеть? Ну, конечно, помогу. Давай сюда. Да, ты тоже можешь быть милым. А вот ты чудачка. Ну, так что, таки будешь стоять? Или, может, поборемся? Хоть ты и бесишь меня, но с девчонками я не дерусь. Все с тобой понятно. В смысле? боишься, что проиграешь, девчонки. Что ты сказала? Что слышал? Отойди-ка. Ну, давай. Покажи, что ты умеешь. Ха. Это так надо было. Ну, да, ну, да. Я так и поняла. это я еще не разогрелся. Ну, хорошо, хоть сам не ударился. Перед тренировкой вообще-то есть надо. О, вот это я не успел, кстати. Ну, так что? Может, перекусим? А, давай. Стоп. А, тренировка? Успеешь еще? Пошли уже. Да, пока эта девчонка не очень хорошо на меня влияет. И запомни, тренировки тренировками, а обед по расписанию. Может, она и права. Мальчики, все хорошо? Угу. Или нет? Я вообще-то пришла узнать, как там наши новые ученицы. Вы же помогли им освоиться? Эх, лучше не спрашивайте, где они только взялись на нашу голову. Не поняла? Вам же вроде бы понравились эти девочки. Это только сначала, но знали бы вы, какая-то Софи противная. А Рэйчел, ты, я из-за нее гору посуды перемыл. Да, я ожидала, конечно, себе немного другого поворота событий. Эх, до чего же сложно быть принцессой. Софи? Софи, ты когда вернулась? Я думала, ты еще на свидании. Какое там свидание, Рэйчел? Этот парень настоящий кошмар. Ах, поддерживаю. Тайлер, с которым я пошла на свидание, ничем не лучше. Только зря на них время свое дорогое потратили. Вот-вот, я больше с ними ни на минуту не останусь. Вспомнила же, чего заходила. Ой, извините. Кевин. Извините, еще раз задумался. Кевин, ты чего? Влюбился в одну из наших принцесс, что ли? Я, это, я... О, нет, Кевин сразу же понял, кто эти девчонки такие. Они сразу его выбесили. Особенно та девчонка с круглыми очками. Кевин, тебя и правда выбесили те милые девочки? Ну... от тебя и от вас. Я такого не ожидала. В смысле? Я додумала. Вы поможете девочкам в школе освоиться, а вы... Ай... А она вообще-то права. Ой, молчал бы. Точно, все из-за тебя. Ну, класс. Привет, девчонки. О, ты посмотри, хоть расчесалась раз в год. Как там ваши свиданки? Ой, я больше никогда не пойду гулять с таким парнем. У меня можешь не спрашивать, та же самая ерунда. Ой, хорошо, хоть ты, Виолетта, нас понимаешь. Мы же знаем, как тебя раздражает тот парень. Как его там? Его зовут Кевин. Да-да, точно. Ты его имя запомнила? Я удивлена. А я это, чаю пойду попью. Ой, чего это я? Может, это стоило Виолетту позвать на чай с конфетами? Или может не надо? Или все-таки позвать? Привет! Виолетта? И ты здесь? Я тоже не ожидал тебя здесь увидеть. Ты же в курсе, что это общая кухня, да? Ну да, кстати, будешь чай. Вот. Две чашки? ты кого-то ждал? Тебя. Правда? Да нет, шучу. Я всегда пью две чашки чая. Ковин, возьми себя в руки. Она подумает, что ты совсем глупый. С кем ты там постоянно разговариваешь? Да так, не обращай внимания. Лучше угощайся. конфетки. Спасибо. Хорошо, что ты не сидишь на диетах, как это делают другие принцессы. Хевин, я что, похожа на принцессу? Ну да. А если так? А ты смешная. спасибо. А ты, как оказалось, тоже можешь быть нормальным. Спасибо. Лови. Эй, так нечестно. По-моему, парни говорили, что Кевина раздражает эта девочка. Держи. Как же я рада, что они ошибались. эх, сейчас бы кто-то ножки помассировал. Да, я сейчас тоже от массажика не отказалась бы. Чувак, у меня есть идея? О, да, я тоже хочу сделать этим девчонкам что-нибудь такое, что они запомнят надолго. отомстим отомстим Эх, нужно обязательно записаться в салон. Стоп, а где вообще наша Виолетта? Это она должна нам помогать. Мы поможем. О, явились. Уходите давайте, нам от вас ничего не нужно. Эх, жаль, очень жаль. Мы как раз собирались вам освежающую масочку сделать. Ну, если вам не надо. Стой, иди-ка сюда. Я уже здесь. Показывай, что там за масочка у тебя. С огурчиками. Так а ты что, так и будешь там сидеть? Можно? Нужно. Давай, давай, под глазки сюда. еще добавить принцессу? Ну, давай, давай. Получай, принцесса. Все, все, перестань, я устала. фух, и не только ты. Хорошо, хоть я не в корсете, как мои сестренки принцессы, так бы с ума сошла от жары. Ты без корсета красивая. Ну, спасибо, а ты, оказывается, можешь быть милым. Оказывается, все могут стать добрее. Ой, не все. Мои сестры, например, никогда не изменятся. Кстати, объясни мне, как так получилось, что они богатые, разбалованные девчонки, а ты... А я бедная. И добрая. Ты историю Золушки знаешь? Ты про девочку, у которой папа женился на злой мачехе с двумя дочерьми? Да, эта история мне очень напоминает мою жизнь. Интересненько. Готово. Кажется, все получилось. Надеюсь, испорченные огурцы дадут о себе знать. Вот так вам и надо, противные девчонки. Приветик. Привет. Ты где был? На свиданке, что ли? Ну вообще-то я гулял с Виолеттой. Что? С той самой страшненькой Виолеттой? Не мог выбрать себе принцессу покрасивее, что ли? Ну вообще-то она тоже очень красивая. Да, не смешно. Чувак, да что с тобой? Она же бесила тебя. Ты смотри, как околдовала его, да? Виолетта реально классная. Вы ничего не понимаете. Ну-ну, зато мы понимаем, что твоей подружке стоило бы причесаться для начала. Уже хочу увидеть ее прикид на сегодняшней вечеринке. А знаете, что? Спорим, что вы сегодня обалдеете, какая Виолетта может быть? Ну давай, только не плачь, если проиграешь. И когда будешь выполнять наши противные задания. Ну-ну, это мы еще посмотрим. Пока-пока, готовься. Чем бы заняться? Надеюсь, я смогу спокойно поспать, пока сестер не слышно. Приветик, не помешал? Да нет, конечно нет. Как раз ждала тебя. Я так и знал. Слушай, у нас там вечеринка намечается. Ну, хорошо, тебе уже идти надо. Да нет, я пришел тебя пригласить. Да я серьезно. Ты правда хочешь, чтобы мы пошли с тобой вместе? Ну да, а ты что, нет? А знаешь, давай. Ну, тогда позволь подобрать тебе какой-нибудь образ. А чем мой образ не подходит? так, ты тоже очень милая. Ну, давай посмотрим еще какое-нибудь. Например, вот это. Думаешь, мне такое подойдет? я уверен. Так, Тайлер, помоги мне, не идет эта рубашка или нет, я никак не могу понять. Да нормально, я она, идем уже. Ты просто не понимаешь, я так волнуюсь. И чего? Ты же на вечеринку, а не на свидание идешь. Просто хочу поскорее увидеть лица наших принцесс. А я вот буду ждать Кевина. Хочу увидеть его лицо, когда он поймет, что проиграл. Да, мне кажется, что Виолетту уже ничего не спасет. Брэндон, да она даже не согласится пойти на эту вечеринку. Это точно. Такие девчонки, как она, не ходят на тусовки. Ну все, я готов. Брэндон, что это? Мой наряд на вечеринку? Ты что, реально хочешь сказать, что ты пойдешь в этом? Ну да. Круто, да? Чувак, ты что, принца из себя возомнил? Похож, правда? Мама говорила, что мой прадед королевских кровей. Ой, идем уже, прерс. Ой, как же я хорошо поспала. Стоп, вечеринка! Софи, с тобой мы проспали, Софи! Ты чего орешь? Софи, вставай быстрее, вечеринка уже почти началась, а мы с тобой еще даже не готовы. Почему Виолетта нас не разбудила? Виолетта! Эта девчонка уже совсем обалдела. Мы уже должны быть собраны. Где мое платье? Кто меня наградит? Софи, что ты делаешь? Что-то лицо чашется сильно. Странная ты. Ну все, идем? Я так волнуюсь. Ты? Это я волнуюсь, что иду с такой красоткой. Спасибо тебе. За что? За все. Похоже, я встретила своего волшебного фея. Так меня еще никто не называл. Ну что, полетели? Крылышек у меня нет, если что. Пошли уже. Юная леди. О, я вижу нашу цель. что-то я не вижу действия огурцов на их лице. Я знаю, что делать. Моника! Что там такое, мальчики? Моника, а можно свет включить? А то уж очень слепит. О, странные какие-то. То просят свет включить, то выключить, то опять включить. Отпетеритесь уже. Ну пожалуйста. Ой, ес! Ну понял, это кто? Обалдеть! Вера, я там! Ну, как ты тут? Кевин, мальчики смеялись, когда я зашла. Наверное, я глупо выгляжу. С ума сошла? Ты сногсшибательна! Кто здесь действительно смешно выглядит, так это они. Рэйчел, что с твоим лицом? С моим? Ты на себя посмотри! С смешно смешно Так и не надо. Стоп, что с твоим лицом? Я же говорил, тебе не надо было есть эти огурцы. Лучше сумасшедшие дети. Ничего обычного, ничего нового. Ну что, чем займемся? Постой, есть у меня одна заначка. О, мой любимый карамельный. Ты сама как-то карамелька. Эй, что за милота? Ты меня бесишь. Наши чувства взаимны, юная леди. Не понимаю. Отчего могла пойти такая реакция на наших лицах? Это Виолетта вовсе им виновата сто пудов. Надо как-то ей отомстить. О, я знаю как. Может замутим с тем дружком ее? Как там его? Кевин. Точно. Да, вот это девчонка. Я даже не ожидал, что гадкий утенок Виолетта может превратиться в принцессу. Да, вот бы подкатить к этой Виолетте. Приветик. О, явилась. Еще только тебя здесь не хватало. Не знаю, как она могла себя привести в порядок. Виолетта, а ты клево выглядишь? Спасибо. Не девчонка, а мечта. Настоящая принцесса. Ой, ну вы меня прям застесняли. Да ладно, это же правда. Пойдешь снова на свидание. Эй! Это я ее хотел первый пригласить. Что там происходит? Мальчики, вы чего? Так что, с кем пойдешь на свиданку? Выбирай скорее. Ну и вкусно девушек у этих парней. Мальчики, я не хочу вас обижать, но у меня уже есть с кем проводить время. В смысле? С вениками, шваурой в руках. Точно. Ну вообще-то, я имею в виду своего друга. С каких отопор у тебя есть друзья? Или ты имеешь в виду нашего Кевина? Ну вообще-то да. Думаешь, твой Кевин такой крутой? Ты его совсем не знаешь. А вот и нет. Я знаю, что он хороший и намного лучше вас. Ну тогда ты еще должна знать то, что он поспорил на тебя. Что? Я вам не верю. Да, мы поспорили, что с тебя невозможно сделать нормальную девчонку. Нет. Приветик. Кевин, когда ты собираешься признаться своей подружке, что ты поспорил на нее? Ах, вы ж... Виолетт. Так это правда? Я думала, ты другой. Виолетта, постой. Ты все не так поняла. Вот так вот ей и надо. Молодцы, парни. Идите-ка сюда. Да. Ха. Опа. Не открывается, почему окно не открывается? Ой, и что за парни пошли? Сами уже как принцессы. Ой. О, Моника, вот вы где. Кевин? Моника, помогите мне. Я должен встретиться с Виолеттой. Так, и зачем тебе это? Я должен ей признаться. В том, что некрасиво поступил с ней? Да нет же, поймите вы, все было не так. Ну что ж, тогда расскажи мне, как все было. Я не спорил на нее. Я наоборот, хотел показать мальчикам, что Виолетта самая красивая. А получилось все наоборот, да? Да. А теперь я не могу без нее, понимаете? Она мне даже уже снится, прикиньте. Я и не думал, что со мной когда-нибудь может такое быть. Ммм, так может ты? Да, я влюбился. Жаль, что я не могу сейчас ей в этом признаться. Слышала бы меня Виолетта. Ой, ты не будешь там так сидеть? С кем вы разговариваете? Со мной. Привет, Кевин. Виолетта! Ну, привет. Ты все слышала? Я тоже не могу без тебя. Ой, кажется мне пора. Слушай, я сейчас предложу дурацкую мысль, но может потанцуем? Ну, я не умею. Я тоже. И что? Да. Меня здесь нет. Где он? Кто? Стив. Видели его? Нет, не видели. Передайте ему, что... Ладно, ничего. Красава, ботан. Не сдал меня. А чего это он? Да так. Юмора моего не оценил. Эй, ботан, ты куда? Ты ничего не забыл? Да вот, держи. Твоя домашка. Красава. Все, иди. Не за что. Какой он грубый. А по-моему, очень милый. Тебе что, нравится этот хулиган? Эй, Дивуля, у кого-то есть с тобой зеркало? Вот, держи, Стив. Благодарю. Кусочек мяса застрял. Каждый день нужно делать домашку вместо этого хулигана. Надоело уже. О, ботан, привет. Хорошо, что ты тут. Почему хорошо? Не нужно самому покупать вкусняхи. Эй, это мое. Слышь, ботан, ты что, в себя поверил? Сядь. Но ведь это мое. Кевин, тебя же Кевин зовут, да? Ага. Мы же с тобой друзья. А друзья должны делиться. Не помню, чтобы мы с тобой дружили. А ты поменьше книг читай. И будешь помнить. Проходи, вот твой класс. Знакомься с ребятами, на уроке уже встретимся. Привет, меня Рэйчел зовут. Привет, а я Софья, а это Элис. Так ты будешь с нами учиться? Да, мы с родителями переехали из другого города. Тебе у нас понравится. Как говорится, добро пожаловать. Так что тебе лучше дружить со мной. А это... А это наши мальчики. Что это с ними? Не знаю. Эй, ребята, вы чего? А где? Кто? Привет. О, с вами все нормально. Хочу спросить, что такая красотка делает у нас в колледже? Я теперь буду учиться с вами. Стив. Аааа. Не могу поверить, что такую красотку я буду видеть каждый день. Привет, я Кэрри. Исчезни, ботан. Если верить закону сохранения энергии, ничто не может исчезнуть бесследно. Чего ты только что сказал? Я на минуту. Слышь, ты что здесь умничаешь? Пытаюсь произвести впечатление на красивую девушку. Иди на нашу уборщицу, пытайся произвести впечатление. Ааа, пускай тебе Софья покажет наш колледж. О, отличная идея. А ты не с нами? Ааа, у меня еще дела есть. По статистике, девушкам нравятся умные и воспитанные парни. А с фингалом под глазом, нравится? Угрожать силой в борьбе за даму сердца нечестно. Мы в 21 веке живем. Я тебя отправлю обратно в 18 век, если ты будешь к ней лезть. А пускай сама выбирает. О, смотри, Эйнштейн. Ха-ха, хорошая попытка. Да я серьезно. Что, правда? Да. О, а где? Кто? Ну, это новенькая. Не знаю, ушла куда-то. А ты не хочешь? Блин. Нет там никого. Булочки у вас в кафе просто отпад. О, это ты еще не пробовала шоколадный мусс. А я тебя по всей школе искал. Меня? Зачем? Мы с тобой так и не познакомились. Я Стив. Я Рэйчел. Рэйчел, может прогуляем занятия и сбежим с колледжа? Не очень хорошая идея в мой первый день. Наконец-то я нашел тебя. Мальчики, можно мы спокойно посидим? Зачем вам Рэйчел? Да, ботан, зачем она тебе? Отвали. Не хочу. А ты, по-моему, не понял с первого раза, да? Да понял я все. Эй, ну ты в натуре уже достал. Вот видишь, она из-за тебя ушла. Из-за меня она увидела такого зануду, как ты, и сбежала. Эм, девочкам нравится проводить время в компании образованных людей, а не таких, как ты. Я не понял, это оскорбление было? Я, по-твоему, тупой? Эм, я такого не говорил. Я имел в виду, что ты решаешь все с силой, а не умом. Короче, я книжный король. Отвали от Рэйчел. А что, если она мне понравилась? Забудь об этом. Понял? Еще посмотрим, кто победит. Сила или ум? Какие-то странные мальчики у вас. Да вроде бы нормальные были. Не знаю, чего они к тебе пристали. Я тоже не могу понять, что он в тебе нашел. Что? Ничего. А где Стиф и Кевин? Не знаем. Ладно, подождем их. Вот сейчас увидишь, что девочкам нравятся сильные парни, а не такие слабаки, как ты. Я духом сильный. Я надеялся, ты уже не придешь. И я вас рад видеть, мистер Мэйсон. Только вы, походу, урок перепутали. Сейчас физкультура. Я у вас сегодня заменяю учителя физкультуры. Он заболел. Наверное, что-то с животом. А ты откуда знаешь? Да так предположил. Все-таки он выпил мой чай. Стив, ты не поможешь мне. Тебе тоже нравится классическая музыка? Круто. Ботан, уйди. Это место для настоящих мужчин. Привет, красотка. Да виделись уже сегодня. Хочешь увидеть мощь моих базук? Смотри внимательно. Ну, как тебе? Круто. Ты такой сильный, Стив. А где? Вот же ботан. Да, это моя любимая глава. Ты вообще знаешь, что спортзалики не читают. А железо тягают. Может быть, покажешь, на что ты способен? Ну, ладно. Что он крутится возле этой Рэйчел? Да, как-то странно. Он себя ведет. Да он забавно эту Рэйчел. А, вот в чем дело. Вот это, конечно, противостояние. Ботан против хулигана. Первый день в колледже, и сразу чужого парня уводит. Так он же и не твой парень. Мой. И никто его у меня не уведет. Стив? Что? Тут кино новое показывают. Может... О, точно, киноха. Рэйчел, я придумал кое-что интересное. Что? Может, в киноху загоняем после уроков? В кино? Хм, неплохая идея. Можно. Отлично. Стив, не болтаем, а работаем. Эх, сегодня же тесты по физике писать. А, точно, я забыла. Все равно бы не готовилась. А я даже не знала. Не хотелось бы в первый день плохую оценку получать. Вот мой шанс. Дам Рэйчел списать тесты. А вы чего не улыбаетесь? Ха, да как-то перехотелось, когда вас увидели. Это хорошо, что ты шутишь, Стив. В тестах по физике тебе это поможет. Ну или нет. Ой, мистер Мэйсон, я, наверное, не смогу писать тест. Почему? У меня рука болит. А на физкультуре не болела? Так я там ее и ушиб. Ладно, Стив, для тебя сделаю исключение. Спасибо, мистер Мэйсон. Можешь пройти тесты на моем ноутбуке. Отлично придумали. Остальные, надеюсь, смогут и сами пройти. Нужно помочь Рэйчел написать тесты. Хотя как, если я и сам ничего не знаю. Ботан, дай списать. Не дам, сам делай. Чего ты жлобишься? Дай списать. Не дам, говорю. Ну ладно. Рэйчел, вот, держи, списывай. Спасибо, Стив. Я вообще-то сам хотел ей дать списать. Опоздал, неудачник. Он ей уже даже помогает. Может, не судьба вам быть вместе. Я не верю в судьбу. Все, ребят, сдавайте тесты. Я сдам вместо тебя. А, спасибо. Слушай, Рэйчел, не хочешь сегодня сходить на выставку картин современных художников? О, выставка? Я люблю искусство. Только я уже пообещала Стиву, что схожу с ним в кино. Давай в следующий раз. Мистер Мэйс, мне нужна ваша помощь. Слушаю, Кевин. Вы бы не могли Стива оставить после уроков? Честно, ему бы не помешали дополнительные занятия. Вот-вот. Ну, прямо уж сильного желания нет. Ну, пожалуйста, мистер Мэйсон. Чего ты просишь? Ну, мне очень нужно. Это не очень весомая причина. Ну, просто он пригласил Рэйчел в кино, а я с ней хочу на выставку пойти. Понимаете? А, понял. Ну, ладно, помогу тебе. Только ты поедешь на Олимпиаду от нашей школы. Договорились. Поставили после уроков. Понятно. Ну, тогда в следующий раз. Стива ждешь? Уже нет. Его мистер Мэйсон оставил на дополнительное занятие после уроков. Так значит, ты свободна и мы можем сходить на выставку? Получается, да. Ну, как тебе? Что? Помада моя новая. Как тебе цвет? А, нормально. Понятно. И чего ты такая серьезная? Думаю, что мне делать? Перед тобой куча косметики. По-моему, понятно, что делать. Да толку? Если Стив все равно внимания на меня не обращает. А, ты поэтому. Не знаю, подруга, чем тебе помочь. Мне вот Стив вообще не нравится. Ну и хорошо. Мне Рэйчел достаточно. Это, конечно, круто, что мальчик хулиган нарушает правила и все такое. Но Стив это уже перебор. Нарушает правила? Точно. Привет. Ты что сделаешь у меня дома? И как ты вошел? Окно нужно закрывать. Ты вообще знаешь, что это незаконно? А ты знаешь, что гулять с чужими девчонками опасно для здоровья. А что? Она болеет чем-то? Я тебе намекаю, что если ты будешь гулять с моей девчонкой, я тебя в узел завяжу. А, опять твои угрозы? Знаешь что? Я тебя уже не боюсь, Стив. А я тебе и не угрожаю. Мы же друзья, ты что, забыл? А у друзей девушку не уводят. Так она же не твоя девушка. Пока что это дело времени. А может я ей нравлюсь больше? Ха, смешной ты. А что смешного? Зеркало посмотри и узнаешь. Как по мне, будет честно, если она сама решит. Это будет по-мужски. Ладно, согласен. Это будет по-мужски. Не буду я тебя трогать. Я и так смогу доказать, что я лучше. Даже у хулиганов есть честь. Доброе утро. А куда это ты вчера убежала? Срочное дело. Ну, какое? Вот. Это настоящая татуировка? Да. Может быть, Тастик поймет, что я его люблю. Ты что, с ума сошла? Ради своей любви я готова на все. А если твои родители увидят, тут тяжело не увидеть. Об этом не подумала. Придумай что-то. Привет, девчонки. Стив, я должна тебе что-то показать. Что? Вот. Настоящая? Конечно, на всю жизнь. Стив, прям как меня зовут. Да, потому что... Элис, это что, татуировка? Где? Нет. На руке. Я же видел. А это я краской испачкалась. Покажи руку. Зачем? Покажи, говорю. Стив. А что вы на меня смотрите? Я буду обязан рассказать все родителям. А, так она не настоящая. Смотрите. А мне сказала, что настоящая. Я уже испугался. Так ты соврала? Она не настоящая. Да и хорошо. Он даже не понял, что это для него. Стоять. А кому цветы? Какая разница? Я надеюсь для Софи. Нет, для Рэйчел. А ты что, не знал, что девушкам цветы нравятся? А ты что, это в своих книжках прочитал? Может и в книжках. Рэйчел. Кирилл, осторожней. Привет. Это тебе. Мои извинения за кино. Спасибо. Ничего страшного. Может все-таки сегодня сходим в киношку? Ну, если тебя опять не оставят после уроков. Посмотри. Он уже ей цветы дарит. Стив, цветы. Кажется, я его плохо знаю. Он мне на день рождения даже открытку не подарит. А ей цветы. Значит, она ему сильно нравится. Надо с ней поговорить, чтобы она поняла. Элис, ты меня пугаешь. Я сама себя пугаю. Есть минутка? Конечно, Элис. Садись. Не улыбайся тут мне. Элис, что такое? Ты чего к Стиву лезешь? Я? В каком смысле? Чего клеишься к нему? Элис, ты не так все поняла. Он все это поняла. Значит, слушай сюда. Стив мой. Так что ничего не думай. Так я и не... Я надеюсь, ты меня поняла. Поняла. Ничего не поняла. Ну что, пойдем? Я, наверное, не смогу пойти. Почему? Ну, мне твоя девушка дала понять, что нам лучше не общаться. Какая еще девушка? Твоя девушка. У меня нет девушки. Ты вообще о ком? Элис. Элис? Не понимаю ничего. Так она не твоя девушка? Нет, конечно. Тогда я вообще ничего не поняла. Я тоже. Ладно, потом разберемся. Мы опаздываем. Так раз у меня нет девушки, может быть, пойдем? Да, пошли. Поговорила с ней. Больше она к нему лезть не будет. Как именно поговорила? Нормально, спокойно. Просто объяснила, что Стив мой. Фух. А то я уже за нее переживала. Бояться надо, если она не поняла этого. Что-то мне кажется, она не поняла. В смысле? Вот. Час назад запостили. Они что, в кино? Судя по всему, да. Кажется, она до конца не поняла. Эх, они все-таки пошли в кино. Завтра мне нужен новый план. О, Элиса, я как раз тебя ищу. Стив, ты что-то хотел? А, Софья, можно я с Элис поговорю? Ну, ладно. Я не понял, ты что творишь? Стив, ты о чем? Ты что Рейчел наговорила? Ничего такого. Зачем ты ей сказала, что ты моя девушка? Я? Она, наверное, неправильно поняла меня. Правда? Ну, конечно. Я с ней поговорю и объясню ей, что она все не так поняла. Спасибо, Элис. Привет. Кто тут? Элис, это ты? Ты меня сразу не поняла? Ты где? Бу! Как в кино сходили? Фух, Элис, ты чего так пугаешь? Прости, я не хотела. Нормально сходили. И, кстати, что ты мне наговорила в кафе? То, что тебе нужно знать. Я тебя не понимаю. Пойми одно, Стив мой. Ну, хорошо, твой так твой. Вот так сразу. Рэйчел, привет. Привет, Кевин. А у меня для тебя подарок. Ой, спасибо, Кевин. Я видел, ты вчера со Стивом в кино была. Да, очень классный фильм, кстати. Понятно. Слушай, у меня есть два билета на концерт классической музыки. Не хочешь со мной сходить? О, отлично. Хорошо. Софья, ну пожалуйста. Стив, я не могу это сделать. Ну я же тебя никогда ни о чем не просил. Блин, ладно. Только один раз. Ребята, внимание. Я договорился. Устраиваем вечеринку у Софи. О, круто. А почему у Софи? Потом сама увидишь. Доброе утро, ребята. Здравствуйте, мистер Мэйсон. Мы так рады вас видеть. Я вас тоже. Особенно если вспомнить, какой сегодня день. А какой сегодня день. Пора сдавать ваши проекты. Ой, мистер Мэйсон. Я не успела доделать. И я тоже. А я вообще не знала. Точно, Рэйч уже новенькая. Ладно, дам вам еще немного времени, чтобы вы сделали. А я успел. Тихо ты. Точнее, не до конца. Так, ладно. Записываем новую тему. А вы, приходите. Вы что делаете? Пытаемся попасть в мусорку. Какую еще мусорку? Которая у вас на спине. Стив, иди отвечать. Сейчас посмеемся. Блин. И что мне делать? Стив от нее не отстанет. Не знаю. Может просто забить. Как можно забить на любовь? Может не такая уж и любовь. Ладно, пошутила. Он вообще на меня внимания не обращает. Ну, если бы она не отвечала ему взаимно. А как это сделать? Ну, не знаю. Надо, чтобы она нашла себе другого парня. Слушай, Софи. Ты молодец. Батан. Так, вечеринка у Софи. Там я могу произвести впечатление на Рэйчел. Что я знаю о тусовках? Ничего. Кевин, у меня к тебе разговор. Как ты вошла? Дверь входная была открыта. А что, звонок не работает? Я не проверяла. Хорошо, хоть не в окно. Что? Эм, ничего. Какой разговор? Я по поводу Рэйчел. Она ведь тебе нравится. Ну, да. Так, а чего ты тупишь? Не понял. Ну, чего не действуешь? Да Стив вечно мешает. Ну, и что? Да я не знаю, как правильно за девушками ухаживать. Даже не смог цветы нормально подарить. Ну, так я тебе помогу. Правда? А зачем? Ну, ты мой друг. Всегда списывать давал. Теперь я тебе помогу. Все равно ей Стив нравится. Хм, и что, это проблема? Ну, как бы да. Ну, знаешь, мы, девочки, такие непостоянные. Сегодня один нравится, завтра другой. Ну, и что мне делать? Ну, сначала нужно перестать одеваться, как зануда. Понятно. Дальше что? Давай сначала решим эту проблему. Какую? Ясно. Вот, проходим. Ого, круто. Вот поэтому вечеринка у Софи. Теперь я тоже дома у себя хочу такое место. О, вы уже пришли? А где Элис? Наверное, скоро придет. Эээ, всем привет. Стив, привет. Привет. Затусим сегодня? Конечно. Софи, музыку. Секундочку. Всем хай. Софи, ты еще кого-то пригласила? Нет, Стив, это же Кевин. Ну что, потусим? Ботан, это ты? Называй меня теперь король вечеринок. Потанцуем? Рэйчел, может быть, со мной потанцуешь? Лучше с королем вечеринок. Предлагаю батл. Какой еще батл? Танцевальный. Кто круче танцует? Я согласен. О, сейчас будет весело. Ну что, поехали. Поехали. Мада же. Они ради нее даже батл устроили. Ну, и кто лучше? Прости, Кевин, но тебе надо еще немножко попрактиковаться. Ну, совсем немного. Дурацкий ошмот. Ничего этого не поможет. Вот если не было бы Стива, Рэйчел точно была бы со мной. Точно. Не было бы. Спасибо, что провел. Рэйчел, я хотел тебе кое-что сказать. Ой, давай уже завтра в школе. Мне пора. Ну, ладно. Ну, все. После такого мистер Майсен точно выгонит его со школы. И он мне не будет мешать. Привет, Стив. Как дела? Все супер, батан. Ты не расстраивайся. Но я сегодня предложу Рэйчел встречаться. И я уверен, она согласится. Ну-ну. Блин, этот батан даже не смог справиться с задачей. С какой задачей? Я думала, если Рэйчел западет на Кевина, она отстанет от Стива. Ой, а это будет сложно сделать. Да я уже поняла, что он ни на что не способен. Лучше тебе придумать другой план. Мистер Мэйсон вонючка. Ох, и Стив. Рэйчел, привет. Привет, мальчики. Рэйчел, я не успел тебе вчера сказать. А, да, точно. Что ты хотел сказать? Ну, точнее, даже спросить. О чем? Ты очень красивая, ты мне очень сильно нравишься. Я хотел спросить, ты будешь моей девушкой? Посмотрим, как вы будете встречаться, когда мистер Мэйсон выгонит тебя с колледжа. Стив, как же неловко. Дело в том... Что, я тебе не нравлюсь? Да нет, дело не в этом. Ты классный, смешной. Ну, так в чем тогда? Понимаешь, у меня просто уже есть парень. Есть парень? Ну, да. Вот это да. А ты чего раньше не сказал? Так ты не спрашивал? Рэйчел, ты идешь? Да, любимый, иду. Прости. Молчи, ни слова. Ну, мы с тобой неудачники. И не говори. Ну, что уж поделаешь. Ладно, ты меня прости, я перегнул. Наговорил тебе там всякого. Забей, проехали. Ну, ты тоже молодец. Не все потеряно. Особенно на вечеринке. Да какая уже разница. А кто за срай еще был? Ее парень. Какой еще парень? Как она сказала, любимый. Так у нее есть парень. Отлично. Еще не все потеряно. Привет, ребята. А это что? Мистер Мэйсон вонючка. Стив, а почему там моя подпись? Это не я, правда. Все, Стив, мне уже надоели твои выходки. Я тебя исключаю с колледжа. Нет.